История, конечно, знает разные случаи. Когда съемки были легкие, фильм получался такой же легкий и пустой. И наоборот, когда съемки были тяжелые, фильм получался удивительно искренним и смотрящимся на одном дыхании. Но вот у нас все-таки съемки, можно сказать, были легкие, работали мы с удовольствием, быстро. Мы распоролгали прекрасную драматургию. В основе киноуспеха всегда должна лежать хорошая драматургия. У нас был роман, прекрасный роман, братьев Ваймеров, Эра Милосердия. Жалко, что они потом в этом направлении больше не двигались. Здесь они писали совсем другие книжки. На мой взгляд, это лучшее классическое произведение. Пришлось многое поменять, в частности, потому что Шарапов оказался не таким, каким он написан в романе. В романе он антагонист Жеглова и по мощи своей ему не уступает. Он настоящий командир разведроты. Он сильный, здоровый мужик. А мы взяли Конкина. И когда поняли, что дальше-то он в этой линии не сможет работать, так как написано автором, нам пришлось переделывать сценарий. Пришлось придумывать ему совершенно... Вот сцена в банде, она, конечно, категорическим образом отличается от того, что написано в романе. Ну и финал, конечно, финал тоже. Ну, я уже к тому времени... Вот, кстати, вы говорите о влиянии американского кинематографа. Ну, может быть, не черного этого романа, а в принципе, вот здесь сказалось влияние американского кинематографа. В те годы, все 60-е годы, почти все фильмы заканчивались тяжело, безнадежно. Ну, мы сразу поняли, что надо сделать все-таки хэппи-энд. Ну, хотя бы чуть-чуть как-то утешить зрителей, что не все так страшно, что впереди еще жизнь, полные события и радости. И вот нам пришлось, значит, не убивать Варю. Легко ли ему было влезть в шкуру Жеглова? Нет, пожалуй, нелегко. Он относился к этой профессии сложно, поскольку многое знал. Например, мне консультант, у нас был такой консультант, заместитель Щелокова, генерал-гейтенант, попросил снять хотя бы в одном эпизоде Жеглова в ментовской форме. Он категорически отказывался. Я на него еле напялил этот мундир, да и то уже пришлось придумать сцену, что он его просто меряет перед зеркалом и говорит, вот, Шарапов, моя парадная одежда. Не помню, кстати, я не помню реплики из фильма, все зрители их помнят, кроме меня. Он говорит, что-то, он говорит, почему? Мой парадный мундир, подожди, что он там говорит-то, я не помню. Он говорит, почему? Он говорит, да потому, что никогда не носил и, видимо, не придется. Вот и все. Так что, конечно, ему было, у него были свои сложности с этой профессией. У нас, конечно, полагался консультант официальный, вот я уже одного назвал. Был еще один полковник, но, в общем-то, они участия в съемках не принимали. Консультировали мы себя сами, потому что помнили эпоху. И братья Вайнеры, особенно старший Аркадий Александрович помнил. И Высоцкий хорошо, несмотря на то, что был совсем ребенком в 45-м году, ему было, значит, 7 лет. И Высоцкий помнил это время, и я хорошо помнил, и про Макашко, Иван Бортник помнил. Поэтому много-много деталей, например, от актеров пришло. Ну, предположим, там, я не знаю, Юрский, который играет Груздева. Вот этот зритель, может, и не обращает внимания. Хотя внимательный зритель, помнящий эпоху, заметил бы это. В первой сцене он появляется заклеенной папиросной бумагой. Вот когда, скажем, человек брился в те времена, а брились же опасной бритвой, и резался там, ну, чуть порезался, от папироса отрывали кусочек папиросной бумажки и приклеивали так. Примета времени. Вот у меня был такой, например, случай. На роль Фокса я утвердил актера Химичева, Бориса. Очень хорошего актера, такой с хорошей внешностью мужика настоящего. Стали снимать не из той эпохи. Ну, вроде играет прекрасно, все хорошо, но не из той эпохи. Вот просто лицо не того. Не того времени. Мне пришлось заменить его на артиста Белявского. До сих пор мне неудобно перед Химичевым, потому что объяснить это было невозможно. Что он плохо играл, почему его сняли, но до сих пор в недоумении. Это очень сложная вещь, подобрать ансамбль актеров. Так, чтобы они стыковались друг с другом, с эпохой, вписывали. Ну, чтобы Фокс вот типичный продукт того времени, правильно? Хотя я не могу сказать, что артист Белявский лучше артиста Химичева. Ну, есть какие-то другие вещи. С маленькой облигацией такая же была история. Значит, пригласил я девушку на роль Вари. Вот пришла молодая девушка, Лариса. Я говорю, во-первых, она мне заявила, я у вас снималась. Я говорю, как да, Лариса? Ну, в фильме «Робинзон Крузи» я играл невесту Робинзона. Я пригласил весь класс на премьеру, а вы меня вырезали. Я вспомнил действительно, господи, был фильм еще «Робинзон в родительском доме» было в фильме. Ну, поскольку фильм стал разрастаться, нам пришлось вырезать этот эпизод. Я говорю, ну, тебе понравилась роль героини? Она говорит, нет. Я думаю, какая странная девочка. Вроде бы многосерийный фильм, неплохой режиссер, сразу станет звездой экрана и отказывается от такой роли. Я говорю, а кого бы ты хотел сыграть? Майку облигацию. Я говорю, господи, какая же ты маленькая облигация? Это же прожженная проститутка. С опытом. Ты же совсем молодая девчонка. Мне интересен этот образ. И вот что удивительно, мы потом пробовали всякие актрисы, очень хороших, характерных актрис. все они замечательно играли, но ни одна не была похожа на персонажа из того времени. И мы тогда вызвали Водовиченко прямо на съемки. Ну, думаю, мы стратим один съемочный день, директор нас простит. Загуем съемочный день. Начали снимать. Получилось с первого кадра. Ну, подчеркиваю, вот она из того времени. Надо сказать, что этот мотив, это милосердие в романе. Единственное, что мне никогда не нравилось. Я снимал вот единственную сцену, которую я снимал без удовольствия. Нет, я уже тогда так не рассуждал. Ну, я уже все понимал. Это был 78-79 год. Я уже все знал про то, в каком ужасе мы живем. Знал про Сталина, про Ленина, про ГУЛАГ. Это же было другое совсем время. Но, может быть, конечно, герои 45-го года могли так рассуждать. Ну, я вот, так сказать, скрипя сердце, поверил, что могли бы. Да, есть люди, зрители этого фильма, которые считают, что главный герой фильма «Ворошиловский стрелок» действует бандитским методом. Тогда у меня встречный вопрос. А граф Монте-Кристо, по-вашему, бандит? Это его мысль могла быть эпиграфом фильма «Ворошиловский стрелок». В графе Монте-Кристо Дюма пишет «На свете нет ничего прекраснее, чем справедливое возмездие». Вот об этом и снимался фильм. О справедливом возмездии. Если Жеглов стреляет на поражение, в бандитов безусловного и абсолютно прав, но мог бы и не стрелять, ибо рядом стоял Шарапов и кричал «Не стреляй, не стреляй!» Совершает, вообщем, поступок-то в моральном плане не совсем добросовестный, то старик мой из фильма «Ворошиловский стрелок» во-первых, никого не убивает, а только совершает справедливое возмездие, абсолютно адекватное тому преступлению, которое совершено. Так что он выполняет роль судьи в данном случае, ибо ни милиции, ни прокуратуры, ни суда. Я женщинам, честно говоря, доверяю больше, чем мужчинам. Я всегда работаю с женщинами. Вот съемочная группа моя, всегда женский коллектив. И второй режиссер, и все ассистенты, и помощник режиссера. Ну, за исключением мне. Не было только оператора у меня, женщины. А так и работаю с женщинами. Я много раз убеждался в том, что они и надежнее, и аккуратнее, и трудолюбивее, и выносливее мужчин. Я это говорю о выносливости тоже не ради красного словца. Я был, например, это я понял просто на первой своей картине, на дипломном фильме «Вертикаль». Там мужики, актеры, которые у меня снимались, исключая Высоцкого, конечно, просто вели себя как бабы. А женщины, Лариса Лужина, Рита Кошелева, вели себя как мужчины. Мы снимали на леднике, в сложных обстоятельствах, выбрасывали актеров, значит, утром на вертолете на ледник, и неизвестно, прилетит он за ним или нет, а обратно добираться пешком – это два дня. Иногда я... Я хочу снять фильм о судьбе женщины. У меня, кстати, никогда не было фильмы о женщине. О судьбе женщины в довольно длительный отрезок времени. И ее жизнь я исследую. Это одновременно и судьба страны. Это будет... Там не будет только детективной истории, но, в общем, это будет такая же социальная драма, где будет и смешно, и трагическо, и грустно, и весело. И потому что человек, эта женщина живет в стране, придется показывать и историю страны, и историю ее соседей, ее близких. Мне хочется снять такую картину. Вы не скажете, где здесь 13-й крылья? Да, вон за этой дверью. Замолчи, Ярохин, смотри у меня. Да. Оперуполномоченный старший лейтенант Шарапов для прохождения службы прибыл. Ну, здравствуй, Шарапов. Из отдела кадров о тебе уже звонили. Ну, в общем, мы тебя таким и представляли. Обыкновенный. Ну, правильно. Нам и нужны такие обыкновенные фронтовые ребята. Чем занимаемся-то, знаешь? Убийство, бандитизм, грабеж. Это тебе, брат, не фунт изюму. Разведчик? Так точно, командир разведроты. Ну, тогда приживешься. Вот весной откроются курсы, подучим. Здорово. Жеглов моя фамилия. А ну-ка и со стула, отец Григорий. Я поработал немного. Объяснил товарищу кое-что о нашей работе. А, я вижу, вы уже познакомились. Вот рекомендую тебе, Шарапов. Это великий человек Гриша Ушивин. Подпольная кличка 6 на 9. Непревзойденный фотограф и внук барона Мюнхгаузена. Послушай, Жеглов, мне твои оскорбительные выходки надоели. Если ты хочешь со мной поругаться... Да, боже, меня упаси. Ты еще всеми нами покомандуешься. Садись, Шарапов. Садись, расскажи. Ну что? Синька. Это свои, Шарапов, новый сотрудник. Знакомьтесь. Шарапов. Николай. Синька Тузик звонил. Так. Как бандиты нас начали встречу? Ну и сейчас я уже не помню, с чего начали. Вполне возможно, что вот с этой большой декорацией отдела по борьбе с бандитизмом. По-моему, это одни из самых первых кадров. Многих актеров уже нет в живых. Нет фотографа. Нет самого Жеглова. Нет вот пасюка, который говорил, вот этот хохол, который там ничего особливого. Мы тебя из Ярославля вызывали для того, чтобы ни одна живая душа даже случайно тебя не опознала. Так что без самодеятельности, понял? Да, вот смотришь уже, видишь, эта сцена поредела наполовину. Трех исполнителей нет. Жил. Фильм 20 лет. Мы его начали снимать 20... Я начал над ним работать 23 года назад. Вот костюм Жеглова, обратите внимание, какой абсолютно того времени. Коротенький пиджак, такой вот свитерок, рубашка, полотчику на выпуск, воротник на выпуск. И орден Красной Звезды. Мне очень нравился. Вообще, мне больше всего из советских орденов нравится Торкин. Во-первых, он боевой. Во-вторых, он по дизайну, по-моему, сделан очень добрый. Руковать с ним здесь как следует. Он по всей горке не вольну. Тут тебе не фронт, друг, ты мыситный. Да, в одну. Всегда в одну. Один раз он является в галстуке на вечер милиции. И он ему совершенно не идет. Он, кстати, и в жизни в Высоцке никогда не носил галсту. Я его не помню, что он был в галстуке. То есть практически... Нет, можно сказать, что абсолютно никогда не надевал галсту. Никогда не видел я его. Вот только у меня в фильме на вечере милиции мы его одели в галсту. Потому что он солдат вражеской армии, воюет с оружием в руках. И вина его не требует доказательств, верно? А бандит без оружия, что... И костюм, значит, вот этого оперативника, вызванного из другого города, тоже очень точный. Что он гражданин, живет по какому-нибудь кривоколенному пять, прописка у него имеется, так что возьми его за рубь за двадцать. Оружие у тебя при себе? Ну а как же, я без него никуда. Придется оставить здесь, там оно тебе без надобности. Ну ладно, как говорится, присядем на дорожку. Смотри, Шарапов, и не удивляйся, чудо века! Самоходный автомобиль движется без помощи человека! Ну, намолчу! Ладно, прекрати ты! Знакомьтесь! Копыти, Шарапов! Мне бы вот два ската на задок, и цены бы Фердинанду не было. Кому-кому? А, это вот наши балбесы окрестили машину, мол, похоже на самоходку немецкую. Ты-то их видел. Хватит, капитан, поехали! Ну-ну, иду-иду! Значит, 50 тысяч зарплата в то время была порядка, там, тысячи-двух тысяч. Так что он выиграл 50 зарплат. Мы тебя снимаем, это твои красивые глазки. Ну, Тоди, ну, не мешай аккуратно. Нет-нет, потому что я забыл, это же не... Я путаюсь после реформы, после 47-го года. Те деньги уже были серьезные. А эти 50 тысяч... Ну, 50, 50 или 25 зарплатам были. Ну, просто от скуки. Что, время убить, проверяй тираж. Ну, ладно. В общем, смотрю, серии сходятся. Ну, разумные. Полтинник, шутка ли? Что, ну, я номер проверять боюсь? Что можно было? Жеглов перечисляет в этой сцене на 100 рублей купить. Да. Выпить кофе или еще что-то там сделать, по-моему. Вот так вот, да? Ну, то есть, в общем, две чашки кофе, будем так считать, 100 рублей. Не такие уж огромные деньги. И все, сходимся! Потому что в 47-м они превратились в 5 тысяч. И их уже не хватало на... Может, был... То есть, а машина Победа стоила 16 тысяч. Вот какое соотношение. Ну, относительно сколько, кстати, почти у нас сейчас? 30 тысяч рублей? Ну, конечно. То есть, где-то, как, 60 тысяч рублей. Но дело в том, что в те времена на зарплату можно было прожить. А никто и не жил не на зарплату, кроме жуликов. А их было не так уж много. Взятки не брали в таких, тем более, гигантских размерах. И не было это таким явлением. Взятку боялись, блин. Что вы же? Это было страшное наказание. Все жили на зарплату. И после реформы в 47-м году жили на зарплату. Трудно жили, но хватало. Так что, Дарья Жилев, мы с тобой люди умные, должны понимать. Да нет, Соловьев, это только ты умный, а я так погулять вышел. Значит, так и запишем. Вы не жулик. Вы человека убили. Ты долго готовился? Что вы такое несете? Ну, утихомирься. Вот, вот видите, заклеенная у Груздева, заклеена вот эта, папиросная бумага. И слева, и справа, и стороны. Порезы. Он утром брился. Видимо, не там, порезался. В таких случаях отрезали кусочек, да, отрывали кусочек от папиросы, папиросной бумаги. И заклеивали слюной. Примета времени. Мне кажется, не очень удачный грим у Груздева. Седина такая непохожая. Вообще в фильме везде видна торопливость такая, потому что нужно было снимать по сто с лишним метров в день. Картина, повторяю, была телевизионная, очень дешевая. И тут просто многое, не успевали за многим следить. Как видите, доказательств хватит на десять. Груздев несколько выбивается. Вот Юрский чуть-чуть, да, выбивается по стилю, значит, от других актеров. Он все-таки более театрален. Ну, как бы сказать, чуть-чуть он переигрывает, но, мне кажется, в пределах. Вот деталь, которую я придумал Жеглов. Он меня просил, Высоцкий просил придумать какую-нибудь детальку, примету времени. Как что-то из его нервного характера вот такого. И вот я ему придумал вот такую штуку. Он, волнуясь, он, ну, как всегда, разминали папиросу, затем продували ее, потому что табак на... Или стучали о ноготь, он штуком. И он, когда волнуется, он, видимо, сильно ее разминает, так что табак уже там легко держится. И дует чуть-чуть сильнее, ибо он нервничает. И она у него вылетает, он комкает ее и берет другую папиросу. Вот это он делает на протяжении фильма раз в десять. Такая чудовищная провокация! Ну, немножко идет от актера. Повторяю, он театральный, он наиболее театральный актер из всех. Все остальные как-то... Он чуть-чуть выбивается по стилю игры, по темпераменту. Немножечко он выбивается из остальных. Он как бы не в ансамбле, но в пределах нормы. Так сказать, на последнем черте. Он еще чуть-чуть был лишнего, и он уже переигрывал. А также, учитывая, что находясь на свободе, Иван Сергеевич Груздев может бежать от расследования и скрыться, избрать меры пресечения содержания под стражей. Записал? В камеру его. Молодая совсем девчонка вообще по возрасту. Ну, конечно, проститутки и этого возраста были. Но обычно, как вот помнит мою, детская моя память, все были они как бы постарше или казались мне тогда постарше. Еще бы. Она играет довольно точно. Любоковная вещь-то, наследство это мое. Память мамочкина. Как же так, Маня, а ты в прошлый раз говорила, что мамаши свои не помнишь. Ну и что, я не отказываюсь. Память мамочкина мне папа передал, погибший на фронте. И усея на войну сказал, береги, доченька, единственная память по маме нашей дорогой. И сам тоже погиб. И осталась я одна, единственная, как перст на всем белом свете. И ни от кого мне ни помощи, ни поддержки. А только вы стараетесь помольнее меня обидеть. Еще ужаснее сделать жизнь мою. И без того затрипанную. Ну, не дави из меня, Слизума. Про маму твою ничего не скажу, не знаю. А папашку твою героинского увидеть приходилось. На фронте он, правда, не воевал. Но шнифер был знаменитый. Громил сейфы, будто косточки из компота. Наговаривайте на нашу семью. Грех это. Душа ломка твоя. Да, девочка. На этот раз вляпалась ты крепко. Это почему же? Браслетик этот, вещицу дорогую и старинную. Третьего дня с убитой женщины сняли. В общем, собирайся, подруга. Переночуешь в КПЗ, а завтра утром в прокуратуру. Это зачем еще? Ну, Мань, ты же человек грамотный в наших делах. Знаешь, мы же розыск, в общем-то, пустяками занимаемся. А подрасстрельные дела об убийствах расследует прокуратура. Это что же, за чей-то барахловый браслет мне под расстрельную статью? А что ж тебе за него, талоны на усиленное питание? Угробили вы женщину, пыхтеть за это придется всерьез. Не бери на понт, мусор. Ну, что за вульгарные у тебя выражения, Мань. А потом я тебе сказал, это нас не касается. Ты эти слова в прокуратуре говори. Ты что, меня первый день знаешь? Я сроду с мокрушниками дела не имела. Было, помню. Но это время идет, а? Откуда я знаю? Может быть, убила ты женщину, а браслетик ее себе на руку, а? Да это мне Манька Копченый вчера подарил. Что бы у него ордера за ювелир, только спрашивать? Откуда я знаю, где он браслет взял? Ну, это не разговор, Маня. Ну, допустим, хотел бы я за тебя заступиться. Так что я скажу? Что Маньке облигации, по ее же словам, уголовник Копченый подарил браслет. Да кто мне поверит, сама подумай, бильберда какая-то. Ну, что же ты мне делать? Наверное, надо вспомнить, что ты не Манька облигаций, а Марья Афанасьевна Колыванова. Что ты гражданка, в конце концов, что ты человек. Ну, я не знаю, ну, сесть да написать, где, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Бесяев подарил тебе этот браслет, и все. Написать? А он меня потом за это... Сцена написана, снята не совсем по сценарию, там. Конечно, ну, как всегда. Всегда же актер что-то придумывает, по ходу что-то придумывает. Здесь, например, вот, скажем, режиссер придумал. Там она пишет, помните, «Облигация» или «Облигация». Он говорит, «Облигация». Чего-чего? Чего ты пишешь? Я, Манька, облигация. Пиши. Я, Колыванова, Марья Афанасьевна. Ну, конечно, вот, таких находок в любом фильме, в любой сцене, отклоняющихся от сценария, много, как правило. У меня это часто понимает. Ну, если говорить о «Ворошевском стрелке», вот, к примеру, по своему картину, там, ну, и вообще, по-моему, все сцены, особенно связанные с бандитами и ментами, совсем не по сценарию. Все реплики мы придумали на съемочной площадке. Так и здесь. Так и в этой сцене тоже, вот, видите. Костюм на Маньке надо обратить внимание. Сынковый шар и дурацкую придумал. Нет, точно, точно. Ясно. Напрасно прокачитесь. Почему? Он вторую неделю дома не ночует. А где же он? Малин, что ли, мало в Мариной Руще? Облигация или облигация? Облигация. Че? И какая облигация? Я, Манька, облигация. Да ты что, с ума сошла, что ли? Пиши Якову Иванову, Марью Афанасьевну. Лучше с утра в парк культуры. Он там всю дорогу ошивается в билярдные. Шары катает. Вот это мысль, Маня. Я вижу, у тебя начинает просыпаться гражданское сознание. Мощь, да чехты на твое сознание. Ну, там много юмора в картине. Вторая серия вообще комедия, можно сказать. Потому что здесь ужасно смешные эпизоды. И с копченым, и с кирпичом, и с маленькой облигацией. Не такое у него воспитание. Вы для суда никакие не свидетели. Баба кипец подняла, когда у меня за руки подхватили. Эту писку у меня в жизни не найдете. Да, еще что вам скажу. Вам, начальство, обязательно голову намыли. Это ваша с опорной на работу. Обитательно намыли. Помяните меня. Намыли ты все. Ой. Открывай, открывай. У нищих слуг нет. Так что нет у вас методов против котя Цапрыкина. Нету. Понятых, жива. Пройдите, товарищ, туда. Здравия желаю, товарищи. Здравствуй. Ну, Цапрыкин. Чего? Чего ты там опять натворил? Ничего. Да вот кошелек у гражданки украл. Украл. Кошелек, кошелек. Какой кошелек? На, обыщи. Обыщи, обыщи. Вон там, в левом кармане. Сиди. Ой. Чей кошелек? Мой, мой кошелек. Так, все видели? Оформляй изъятие. Ой. Прошу вас, пройдемте. Граждане, товарищи. Ну, что это, товарищи? Ну, что такое дело-то? Ведь это он, Мельтон Поганый. Он сунул мне кошелек у входа в карман. Смолочюга. Такая. Смолочюга. Это вот, между прочим, это самая смешная сцена в фильме. Но, когда мы ее снимали, она была совсем не смешной. И я почувствовал, я просто запаниковал прям на съемке. Думаю, ну, совсем не смешно. А сейчас я приступаю ко второму отделению концерта по заявкам радиоуслушателей. Все, что делает Садышский, не смешно. Товарищ майор. Здравствуй, Шеглов говорит. И тогда я вспомнил, я говорю, Володя, а у Высоцкого, в юности особенно он этим увлекался, были такие, он очень любил дурачиться, рассказывать всевозможные анекдоты, истории, придумать какие-то истории. И у меня была история от имени такого дебила, шепеляющего, который рассказывал там про то, как он там был космонавтом, как его там одна отвезли на космодром, знаете, и стали, хотели готовить к космосу, лететь. Вот такой вот, ну, придурок-то. Я говорю, слушай, Володя, расскажи-ка вот Стасику Садальскому пару этих историй. И пусть он говорит вот так, шепеляем. И, между прочим, Садальский не смог сразу шепелять, так как Высоцкий. Сегодня-то, то есть после этого фильма, его стали приглашать на такие роли, думали, что он и в жизни так шепеляет. И это, кстати, его страшно возмущало, он мечтал играть Гамблета, а его приглашали вот на роли таких придурков. Но он совершенно не мог шепеляет, и мы на сцене так и не добились этого. Только начали шепеляет в середине сцены, и даже дописали такую реплику. Я вижу, тебе за такие дела у нас язык отрежут. Вот я вижу, тебе уже подрежали, шепеляешь-то. Он сказал, а что ты дразнишься? Не буду вообще ничего говорить, да? Это мы уже придумали, вот когда подумали о том, что он будет на озвучании разговаривать, так мы придумали еще эти реплики. Но сцену он провел не шепеляет, у него не получалось. Это все уже сделал он был на озвучании. Значит так, расслеживатель этот чистый. Его Копченый не воровал, а в карте у меня выиграл. Я его два куска на ком поставил. А ты его где взял? Тоже в картишке. А прошлой неделе у Верки Мадиски бантишка сообразили. Вот я у Фокса его и выиграл. У Фокса? Чего, у Фокса денег не было? Фокс. Фокс мужик зажиточный. Чего же он браслет играл? Не знаю, как у вас в уголовке. У нас сразу язык отрежут за лишние вопросы. Вот я и вижу, тебе уже подрезали, шепеляешь. А что ты дразнишься? Я вообще ничего не буду говорить. Ладно, ладно, шучу я, шучу. Ну ладно, сам как думаешь? Зажруковали, конечно, браслет. А тебе зачем воровные вещи? Слушай, я его не покупал. И носить его сам не собираюсь. В втором кануне пофартило. А этот дурасек Копченый. Его взял и выиграл. Слушай, Сопрыкин, а что Фокс? По-прежнему у Верки ошивается, да? А вряд ли. Что ему там делать? Что, взял товар и отвалил? А разве Верка до сих пор берет? А тебе не брать. Не для себя, а для барыг старается. За долю малую. Да. Друга пацанов кормить тем-то надо. Так-то оно так. В общем, жалко ее, несчастная она баба. Закуривай. Я не курю, что знает. А в камере пригодится. Ну, тогда бери еще. Спасибо. Не надо. Возьми, возьми, Кость. Чего ты? А ты что, с тех пор Фокс больше не видел? Нет. А вот скажи ты мне, а вот Фокс, он в законе вор? Или так приблотненный, я что-то не пойму. Я сам не понимаю. По замазкам вроде бы фраер. Но не фраер, это точно. Ему человек подряд, что тебе высмеркаться. Он вообще во вторите эти. Да я знаю. А может, он окраску сменил? Что он делает, никто ничего не знает. Ну, ладно. Наказок почти не бывает. В одиночку бегает, как волк. Товарищ бросит и привет. Устал я сегодня. Алло. Кондрат Филимонович, это снова Жеглов. Ага. Я свой вызов отменяю. Мы тут с Кирпичом сами разобрались. А что, ведет себя прилично. Ну и мы. Салют. Ну вот видишь, Жеглов свое слово держит. Лады? Лады. Ну вот, а теперь подскочим на минуту к Верке Мадийский и все. Нет, так мы не договаривались. Нет, не поеду. Слопрыкин, ты уж не останавливайся на полдороги. Я тебе совет даю. Я сам знаю, куда ехать. Просто с тобой удобней. Давай, давай, пошли. Нет, ну поезжай сам. Ну что ты хочешь, чтобы меня порезали в натуре? Возьми адрес и поезжай, я здесь посижу. Адрес? Ну, какой у тебя адрес? Какой у тебя? Сетсой проезд 10. Правильно. Шарап, пошли. И с ним проходите. Проходите. Слушаю. Хорошо. Записывай. Посторонних прошу покинуть помещение. А кто здесь посторонний? На несколько минут. Послушайте, любезный. Вы когда... Всего на несколько минут. Превратили театр, черт знает во что. А вот и вы. Накиньте шубку здесь прохладно. Тоже очень смешная сцена за счет, конечно, игры Истегнеева. Надо сказать, что, хоть это и актер, ну, ученик, соратник Ефремова, артиста, так сказать, пол-Мхат Станиславского, надо сказать, что играл, конечно, Истегнеев совсем не по системе. Ни в какую роль не вживался. Пользовался такими... Его и своими, и в стегнеевскими штампами. Но дело в том, что это был великий актер. И у среднего актера там 3-4 штампа, а у Естегнеева 500. И, значит, он, конечно, сходу, конечно, схватил характер и вот так вот он весь и провел. Ужасно смешно. Прежде всего это касается вас, дорогая гражданочка Волокушина, или как вас там по-настоящему, не знаю. Жаль. Жаль, что я не художник. Я бы картины с нее писал. Ну, да ладно, писать картины не сподобил меня создатель. Но некоторые маленькие тайны я угадывать умею. И вот одну такую тайну из вашего далекого прошлого я вам сейчас поведаю. Когда добрый молодец Петр Ручников... Ну вот любопытно еще. Вот посмотрите на костюм Естегнеева. Совершенно не из того времени. Абсолютно не из того времени. Это какой-то там 60-х годов костюмчик. Это его собственный, в котором он ходил в 70-х годах. Мы ему сделали костюм, который он отказался надевать. То есть в данном случае актер не понимал. Он видит, что ему не идет, что очень широкие плечи, что какие-то очень широкие штаны. Он не понимал важности костюма для создания атмосферы эпохи. Истинная атмосфера эпохи. И вот категорически сказал, я буду снимать в своем костюме. Ну, нам дали большой театр на два дня. И нужно было снять гигантскую сцену. И в зрительном зале, и в фойе, и в кабинете администратора. Некогда было просто с ним скандалить. Я вообще бы заменил. Несмотря на то, что это мой любимый актер, я бы, наверное, за такой каприз заменил актера. Но в данном случае, во-первых, Евсигния. А во-вторых, конечно, просто некогда было скандалить. И пришлось его оставить в этом чешском каком-то костюмчике 70-х годов. Ну, опять-таки, никто не видит из зрителей. И рубашка не того времени, и галстук не того времени, и костюм не того времени. Но в этом костюме, рубашке с этим галстуком великий актер, который заставляет, значит, забыть о том, что он одет не по эпохе. Все внимание занято им. Все внимание на него, а не на его костюм. То есть, в государственном учреждении. Узекаешь ручников. О чем я толкую? Указ 7-8 шьешь, начальник. Я шью? Да при чем здесь я? Если бы ты посмотрел на себя со стороны ручников, ты бы заметил, что указ от 7-го августа, который ты 7-8 называешь, у тебя на лбу отпечатан. А у сообщницы твоей волокушиной тем паче. Так что по десятке вам, граждане. По десятке на душу населения. А тебе-то какая забота о нас думает. Ну что ж, я был с тобой откровенен. Хочу, чтобы ты и ты со мной подкровенничал про дружка твоего Фокса. Плевал я на твою откровенность. Невоспитанный ты человек, Кручников. Выражайся при даме поприличнее, а то я тебя огорчу до невозможности. Ну это понятно. Но мне-то какой резон с тобой откровенничал. Резон прямой. Чистосердечная помощь следствию смягчает ответственность. Статья 38 Уголовного кодекса. Ничего я тебе не скажу. Не купишь мне на эту туфту. Так что я лучше помолчу. Здоровее буду. Здоровее не будешь. Снимешь ты свой заграничный костюмчик, оденешь телогрелечку и... или на лесосеку, или в солнечный Магадан. Может быть. Но уж лучше в клевту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике и у Фокса на пере. Что пялишься? Я вор в законе. И Дружков не продавал. Это потому, что закона ты боишься меньше, чем Дружков своих бандитов. Поэтому, я думаю, правильнее будет тебя отпустить. То есть как? 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 Ты ведь никто не видел, как ты номерок у англичанина увел? А с шубой застукали волокушину, так что ее мы будем судить, а ты гуляй себе. А я? А вы, моя милая, будете отвечать по всей строгости закона, как положено. а приятеля вашего Ручникова мы отпускаем. Как? Но... Ты свободен, Ручечник. Пшел вон отсюда. Но я не виновата. Я же не хотела. Я не знала. Я думала, что... Что же я могу поделать, гражданочка? Иди отсюда, Ручечник. Не свети, ты нам мешаешь. Проводи его, Шарапов. До автобуса. Стой! Стой! У тебя, Кирзо, скачил! Глеб! Давай! Да! Давай, Кирзо, скачил! А выйдем быстро, уйдем! Да что же, уйдем быстрее! Глеб, не только на машину! Скорее, скорее! Сложно было снимать, опять-таки, из-за отсутствия денег и финансирования. И все раз должен повторить, что картина очень дешевая. Ну, это самое малобюджетное кино из всех возможных. Поэтому, значит, Студебекер нашли и подчинить его не было возможности. Нашли практически без мотора. Но он еле двигался. Он двигался хуже, чем этот, Фердинанд. Этот автобус тоже где-то, по-моему, на Москве мы нашли. Но вот он все-таки похож на то, что написано в романе. Он запоминается, этот автобус. Но, опять-таки, сделать для него какой-то там посильнее мотор, все, на это не было никаких средств. Он еле двигался, и поэтому приходилось прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы на экране видно было, что он все-таки едет быстро. В некоторых местах вместо Студебекера ЗИС-150 работает. Вот сейчас значит он пробьет ограждение Яуза Студебекера и упадет в реку. Тут уже мы кидали не этот Студебекер, который снимался, а вообще без мотора. Ибо тот все-таки было жалко, мы взяли совсем без двигателя. Просто поскольку там под уклом, он разгонялся и собственной массой пробивал ограждение. Ну, уже без мотора. сидели в кабине сидели два каскадера. Один за рулем, а второй чтобы в случае падения их было двое. Если один поранится, второй поможет и так далее. Законники, он гад рвется. Там есть где спрятаться. это тоже выбегал девушка, а падает каскадер мужчина. По тем временам, конечно, сложный трюк. Заплатили каскадерам по 50 рублей за трюк. Жариков и Федулов два каскадера, значит, высокого класса по тем временам. Стреляй! Стреляй, Глеб Игорыч! Уйдут проклятые! Нет, это Высовский, конечно. Вот. Вот он падает, значит. Вот, видите, как он и перевернулся. Значит, вылезти из такой машины было очень сложно. Стояли, значит, пара пловцов стояли на страховке пара водолазов, значит, которые бы бросились вниз, но не понадобился, они оба вывезли. Они себя закрепили, значит, привязали, но все-таки могли, поскольку там воды мало, и упал, видите, он как мотором, потом перевернулся на крышку, значит, на кабины, и, конечно, могли пострадать, но с трудом, значит, выползли оба. Поэтому вот нужны были два каскадера в этой сцене, потому что один бы не выбрался. Как ты, у меня тоже не здесь будет. А ну, пошел, машина. люди за этот орден свою кровь проливали, ты под него чужую. Жалко, я тебя тогда, щенка, не шлепнул. Пошел. О, позвольте полюбопытствовать. Платочек дайте. Е.Ф. Красиво. На этой бутылке, найденной нами в квартире убитый, отпечаток вашего пальца. А это еще ничего не доказывает, начальник? Вот, хорошая деталь, да, он вытирает кровь, а стол начальника. Это было на Пасху. Проверим. Давай, проверяй. Тут возились очень много с гримом Шарапова. Сначала его перецарапали, он был такой вес в этих царапинах. Потом поняли, что перехватили стали, сделали ему грим поменьше этих царапин. Но, тем не менее, значит, там дальше идут, следуют допросы. Еще в одних кадрах он, значит, на нем мало царапин, других много. издержки быстрого кинематографа. Когда быстро снимают, многое упускается, конечно, и за всем не уследишь. А иногда и уследишь, но делать нечего. Так и оставлю. не гони, не машина ведь. Дорогой мой, не биография делает человека, а человек биографию. Это часто повторяющийся в те времена прием. кстати, и в кино он часто повторяется. Используется офицерская форма и милиционерская использовалась. Милиционерскую боялись переодеваться, потому что наказание было, так сказать, посуровее. Ну, менты просто сами по себе наказали бы. А вот такой прием был распространен. Но переменять его на четвертого не желали. Иногда с погонами, иногда без погонок одевали фитили, офицерские и всякие аферисты. И еще одно. С новой строки пиши. Спиранский ЛА. С новой строки. Здесь сильно штормит. Боимся как бы не потонуть. Приятель наш по болезни уволился. Написал «Шлю тебе с ним, Анюта, живой привет. Будь с ним ласково. За добрые слова одень, обуй, накорми». Да, конечно, он уже следователь Волг, что невозможно в жизни за полгода научиться, не кончая юридических институтов, невозможно. Что делать? Кино, так сказать, не всегда уж точная копия жизни. спиранский, спиранский. Что за писатель такой спиранский, что-то не слышал. Лев Александрович, замечательный писатель. Из современных, что ли? Даже куда современней. Распрекрасные романы пишут. «Попов?» Ну все, 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 начальник, все. Опусти, больно. Не для протокола, Шарапов, а для души мои слова тебе. Хитрые вы, конечно, собаки, легавые, с подходцами вашими. Только ты учти, ножичков у нас на всех хватит. Наглотаетесь досыто, как давеча на бульваре. Будь, Шарапов, не кашляй. Да, сенечки, тузику, псу вашему пламенный привет. слава, сцена, совсем не по роману. То есть она по роману, конечно, но все реплики придуманы. Очень интересный грим у Джигарханяна, хотя местами он виден. Видно, что все-таки это наклеено, намазано. Но запоминающийся получился образ. Очень пострадал в этой сцене Иван Бортник, играющий Пармакашку. Потому что он столько наимпровизировал, это было так смешно и так по-настоящему, и так похоже на жизнь, и так много не то чтобы нецензурного, а такого сленга того времени, что нас заставили вырезать. Пармакашку очень сильно. Просто мы скажем, три четверти Пармакашки пришлось выбросить. в этой сцене снимается еще актер Александр Абдулов, которого, как правило, никто не узнает, потому что он себе сделал родимое пятно на пол лица. Он играет шофера, который привозит их, увозит потом на дело, и он сидит за столом. Он попозже немножко заходит. Тоже пострадал, потому что он там у нас пел воровскую песню. Пришлось вырезать по настоянию милицейского начальства. Я бы еще отметил здесь Валерию Заклумнину. Значит, это звезда советского кино, замечательная актриса. И вот я ей предложил роль без слов. У нее не было ни одного слова. Потом-то она говорит, но мы уже ей придумали на площадке. Я ей предложил, значит, роль в эпизоде вообще без слов к кинозвезде. Думал, что она откажется, а она согласилась. Она согласилась. Вон она, да? И сыграла, по-моему, удивительно. Она, вот это ее молчание такое красноречивое, она вся, она такая, это совершенно не похоже на роли, которые она играла прежде. Ее 3-4 реплики, но к месту, вот, по-моему, она очень запоминается. Видишь, какая она. Значит, вот она что-то почувствовала, раз она согласилась на роль в эпизоде без слов. Звезда. Денег мы ей заплатить не могли. Все получали свою ставку в те времена, не больше. если ставка 37 рублей, 37 рублей получат на съемку судей. И не более того. Как выразительная, хорошая авторитет. Ну, про Джигарханяна говорить нечего. Как грозишься. Зачем же я тебе пригрожу, когда вокруг тебя кодлась? Вот здесь мы, нам пришлось, поскольку выбор, все-таки, я считаю, неудачный, наше Конкина, наше Рапова. Он не похож на командира разведроты. Здесь вот нам и бандиты, конечно, сразу бы поняли, что никакой он не урка. Вот здесь нам пришлось как бы изменить ему легенду. Выяснилось, что он пианист и прочее, прочее. Доброго романа нету? Нет, конечно. А к тому, что мне моя глупость по самой дорогой цене обойдется. Глупость и жадность. Хотелось деньжат немножко по легкому срубить. Черная кошка здесь появляется. До этого она, так сказать, везде была нарисована. Кстати, это мой лучший рисунок. Везде рисовал я ее, эту кошку. И вот в трактире Черная кошка в ресторане московском, который сейчас вот уже второй год работает и пользуется просто грандиозной популярностью. Там тоже везде нарисована черная кошка и на самой вывеске. Это мой лучший рисунок. Стоило меня за этим через весь город таскать. Ты что, торопишься? Да нет, я могу еще лет 50 подождать. А вот мы не можем. Поэтому и приволокли тебя сюда. Если не хочешь принять смерть жуткую, лютую, расскажешь нам, что вы там в муре с Фоксом сделать удумали. Существуют свидетели всевозможные. Можем поговорить с тем, другим, с третьим. Кадры. Этот эпизод снимался в Одессе. Там много стариков, много настоящих малин, живых малин. так что было возможности и фантазию включить, и использовать воспоминания тех, кто в этих малинах бывал, и самому побывать в малинах. Мало чем, она, конечно, за 30, с лишним лет, почти за 40 лет, она, конечно, изменилась, но все-таки дух остался. Одесса. Это в Одессе. Фильм Одесской киностудии и только натура снималась в Москве, все остальное снималось в Одессе. Натура и интерьеры. Большой театр, ресторан снималось в Москве, а все декорации снимались в Одессе. У них там с нашим совхозом договор. Но разгрузился, возвращаясь назад. А на Сущевском на красный свет выскакивает ЗИ-101 и у меня с полного ухода шара. Нет, конечно, хоть бы хны, мало споцарапало и все, а их в лековой там все в кашу. Ну, конечно, орудовцы, хмыри из Гаи, подполковник навелись и приехал. Крик, шухер до небес, хватает меня в мещанку. А у меня с утра маковые рассины. Ну, в общем, составляет протокол, анкету заполняет. А когда шло дело до моей первой судимости, ну, тут они прям взъелись. А не было у тебя, говорят, сукин сын, умысла на теракт. Ну, вот сижу я в предвариловке, парюсь, парюсь неделю. А три дня назад объявляют мне, что водитель легковой был в сильном опьянении. Как будто это не в тот же день ты выяснился, позавчера только. Правда, мне Евгений Петрович еще третьего дня сказал, говорит, твое дело чистое, скоро на свободу выйдешь. Нет у них ничего, а то бы одними очниками замордовали. А почему тебе Фокс поверил? Ну, это ж я. Не знаю, может, показался я ему. Ну, а скорее всего, другого выхода у него не было. Вообще-то он так, мужик-то рисковый. Он мне говорит, для меня жизнь без риска, как еда без ссори. Да, да рисковался, гаденыш. Говорил я ему, говорил. Кабаки и бабы доведут до Цугундера. Зря бы так. Тихо, тихо, тихо. Ну, рассказывай, рассказывай. Карп. Ну, значит... Чего? Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из промокашки скрипач. Что скажешь? Бабу и проведешь. Она сердцем видит. Ну, а то и скажу, что права твоя хозяйка. Я ведь до войны-то в ресторане на пианино играл. А шоферить где научился? Да, то отдельная история. У папашки моего был фор 32-го года, выпуск. Из-за него, в общем-то, и срок получил. А дальше? В августе 41-го арестовали родителя моего. Но папашка суда дожидаться не стал. Расплел носки шерстяные, удавочку смастерил. Имущество, конечно, конфисковали. Да у меня такой папашка был, что вам всем до него дорасти и надо. Он, как потом выяснилось, вагонами воровал. Ну, Сидоренко. Может, слыхали такую фамилию? Ну, дело-то громкое было. Он еще начальником станции Москва-товарной был. И за любовницей погорел. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Ну, а дальше иду я как-то с барышней по Пятницкой. Вдруг, смотрю, наш форт стоит. Перекрашенный только. Ну, свою эту машину, как облупленную знал, мог ногтем открыть. Говорю, ну что, Леля? Леля? Какая Леля? С Елоховской? С Тверскового. Что, говорю, Леля? Прокачу в последний раз, а у самого уж повестка инкоматская была. Ну, вот так на 7 лет и накатал. Машу. Так что, предлагаю вам сдаться. Кто это там гавкает? С тобой свинья. Не гавкает, а разговаривает капитан Жеглов. Слыхал, наверное? Так вот, капитан Жеглов предлагает вам сдаться. По-хорошему. А если по-плохому? Ну, а если по-плохому, то в связи с особой опасностью вашей банды, я имею указание руководства живым и вас не брать. Ну, как устраивает тебя такой вариант? А мусорга своего дашь нам на съедение? А вот пусть он сам за вас похлопочет, а мы рассмотрим. Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова. Он уже давно... По всем законам, конечно, советского времени он должен был погибнуть. И в литературе, и в кино он должен был погибнуть, и он погиб, естественно. Иного выхода не было. Я раздумывал над судьбой Левченко, но все равно бы его расстреляли. Еще даже быстрее бы, чем остальных, потому что он офицер и дезертир. Поэтому, да, пришлось... Мы искали ему какие-то другие варианты, но не нашли. Решили, что да, все-таки надо его убить. А, между прочим, во времена Горбачева эта сцена превратилась в анекдот. Был такой известный анекдот, когда Жеглов с оперативниками окружил Кремль и, значит, командует мегафон. Там... Брежнев, Устинов, там... Андропов! Выходите! А теперь Горбатый! Был такой анекдот. Всем актерам я давал задания, когда они выходили из подвала. Кроме промокашки, потому что этот актер настолько органичный. Я ему сказал, давай, Ваня, я не знаю, что ты будешь делать, придумаешь сам. Он сказал, дайте мне время, так сосредоточился. И вот, было это, снималось в московском дворе, собралось много зрителей, и вот выходит промокашка. Сначала страшно трусит, потом от страха он начинает петь. Потом он подходит к Жеглову, плюет ему в лицо. Ах ты, мол, сука, что там, мусор, какие-то такие слова. Все это нам пришлось потом подрезать. Вот там, где он плюет ему в лицо, потому что, ну, это уже никто не разрешал. Ни телевидение, ни милицейское начальство. Но удивительно, многие известные артисты... Вот Абдулов выходит с пятном. Значит, ну, многие же артисты, самые известные, выходят здесь и аплодировали только одному Бортнику. Я сказал, Гарбат! Зрители, которые стояли вокруг, когда он сыграл свой номер, зааплодировали. Настолько он органичный, смешной, точный, конечно, по времени актера. Носили в то время шляпы, как раз вот эта, велюровая шляпа на горбуне. У Жеглова... Гарбатый, выходи! Жеглов же все время в кепке, в этой сцене, по-моему, только в шляпе. Оружие на снег. Или еще в одной, в двух. А, нет, где-то он еще в театр ходил, в шляпе. Ну, что говорить, в шляпах у... Шляпа была очень распространенная, головной убор. Я студентом носил шляпу. В 55-м... Следующий! Студентом. Бросай оружие. Университета. Нет, костюмом здесь не придерешься. Студент. Университет. Университет. Юзик в дв 큰 колстюм. Университет. Изgov. Университет. 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 Вот это и рад тебя видеть.